Буэнос диас, амигос! С вами снова я, Малвар Гейминг, и мы продолжаем кампанию за Гэнтэ де Соль. Стартуем. 5 сентября на дворе, 76-й год. Пока что территории не расширялись, но смотрите, у нас уже начинает производиться хотя бы какой-то, не какой, а флот. И политки у нас сейчас хватает на следующее какое-нибудь улучшение, но я так смотрю, здесь только, наверное, в объемы заводского производства пойти имеет смысл. Беру радио. Радио нам сейчас не помешает. Что тут у нас? А, доход через 12 дней. Но это пока тоже не суперсильно важно. Так, нам нужна стабила. Давайте темпы исследования, наверное, понизим. У нас есть баф, который это нивелирует. Так, и дальше будем... Подождите, а можно же улучшить торговый путь? Что за хрень? А почему я не могу улучшить торговый путь, если я хочу улучшить торговый путь? Вот же у меня написано. Генте Сити. 100%. Повысит его уровень на 1. Странно. Так, пушки у нас исследовались. И следующий фокус, который мы с вами будем брать... Так, сейчас надо подумать. Не знаю, идти ли в Цезарь, а вот в чем вопрос. Давайте реверс инженеринг. Что, поддержка, пехотные технологии нормальным. Пусть как бы будет. Я не против. Так. Снежок пошел, а на дворе всего лишь октябрь. Заморозки в Мексике, говорили они. В Гентл Сити, да, можно наконец-таки улучшить торговый пост. Так. Реверс инженеринг есть. Частная коллекция. Да, ведь это же одни из лучших пушек на пустоши. Пожалуй, мы сможем раздать часть из них нашим парням. А что нам это даст? 550 единиц продвинутого огнестрела. А что нам дает продвинутый огнестрел? Сейчас посмотрим. По-моему, это уже неплохое оружие, на самом деле. Так. Ресурсы. Ресурсы это уже неплохо. Так. Две ветки у нас с вами, ребят, прокачаны. Дальше, наверное, пойдем в экономику залива. Потому что с бахой пока все спокойно. Три занозы нам бредить пока не стоит. Хотя вот здесь есть еще неплохие возможности сделать командира отрядом. Слушайте, давайте. Давайте возьмем пули для билтран. Одно из достоинств продажи оружия это то, что по какой-то причине картелям всегда нужно еще больше. Разве такая торговля не прекрасна? Бонус производства оружия 10%. Две военных мастерских, ячейки, так, снаряжение поддержки. Угу. Старая отправится первыми. Хорошо. В общем-то, меня устраивает. Так, 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 так. Лос стала марионеткой координировать наступление. Есть. Так, садовская экипировка. Есть. Подготовленная защита. Начинаем. Блин, этаж, надо будет исследование еще проводить. О-о-о. Так, стабильность 5%. Естественно, берем. От таких вещей не отказываются в данном случае. А, обычный продвинутый, кстати, уже. Ммм. Так-то нам нормально накинут. Это у нас будет хотя бы один более-менее нормальный отряд, который уже сможет более-менее себя показать. Хотя можно стабилки было бы прокинуть, но... Не знаю, не знаю пока. Так, давайте агрессивного оружейника возьмем. Все равно рано или поздно могут напасть. Так, торговля с Синалуа. Мария Синалуа, одна из наших лучших покупателей. Мы можем воспользоваться этим, чтобы извлечь выгоду в будущем. Так, отношения, производство оружия. Вне карты, одногражданская мастерская. И нам дадут две инфраструктуры. Услушайте, прекрасно. Еще две дадут. А потом еще догонят и дадут. Их в любом случае отметилят рано или поздно. Поэтому, как бы, нам главное сейчас те бонусы, которые мы с этого поимеем. Кстати, знаете, надо, наверное, будет что-то еще для пробития. Прямо обязательно. Это вообще прям обсуждается. Так, секретный мясной рулет. Недавно вы слышали о человеке, который носит простое прозвище Ти. Он утверждает, что он из далекой страны, которую мы не можем найти ни на одной карте Старого Света. Из описания мы указали на древнюю страну великих воинов под названием Швеция. Но, судя по его крайне раздраженному выражению лица, кажется, что загадочный Ти не оттуда. Тем не менее, Гуль приносит с собой секрет. Прокритый рецепт домашнего Тато Соутса, который мы когда-либо пробовали. И он хочет поделиться. Наши лучшие отстойники используют знаменитый рецепт по всей стране. В последнее время группы совершают паломничество даже из далеких стран, чужих и экзотических богов. Просто, чтобы попробовать. Я слышал, он тоже пишет. Швейцарский соус. Базовый доход от торгового узла плюс 5%. Ну, кстати, я встречался и у других фракций с этим ивентом. Так что я бы не сказал, что здесь что-то прям, ну, такое сложное. Так, арононасилы, темпы исследования, скорость строительства. Ну, напрягатель президента, это вообще наше умение, самое лучшее. А стоит боевую единицу. Кстати, нормально так. Вместо того, чтобы работать на прочной картеле, задумайтесь о жизни в армии Эри Генералиссимуса. Мы даже предоставляем пенсии. Блин, мне прям нравится. Так, что ж. Когорт Аланьи забирает три региона. Так, мы можем что-то пообещать рабочим. Но... Ага, крысы. Потрясающе. Раздайте ром. Хердс оф ОАК. Блин, прикольно. Шахтерский инструмент сейчас выдадим. Надо, кстати, посмотреть, что у нас уже по торговле. Потому что, скорее всего, мы приобретаем то, что у нас уже имеется в наличии. Правильно? Правильно. А нет, минус четыре, смотрите. Ну, ладно. Ага, не воюет с вольными борцами. Ага. Все с вами понятно. Так, получаемый опыт армии, людские ресурсы, блин. Нам оно не нужно сейчас просто. Персональная охрана, военно-морские технологии. Кстати, ну, можно было бы, кстати, вложиться. Несами вяло сильный. Оборона атака. Да, давайте. Эль Генералиссимо хороший друг для своих солдат. Вот почему его так мало пытались свергнуть. Так, а у нас же рекруты появились. Смотрите, какой кайф. Так, а что у нас тут по шаблончикам? Шаблончики скотские на самом деле. Ну, ладно. Так, а ну-ка, что тут у нас? Двенашка, да? Ага, и опыта армии нет. Потрясающе, потрясающе. Слушайте. Так, военный теоретик. Массовая война, либо асимметричный. Ну, да, мы, в принципе, или то, или то и планировали делать. Опыт флота нам не нужен. Давайте возьмем персональные тренировки. Эль Генералиссимо слишком долго довольствовался бездействием. Но теперь пришло время вернуться в форму. Вилли будет лучший тренажерный зал. Так, НКР. Ага, НКР начинает с бандитами воевать. Все. Эскалация конфликта. Эскалация конфликта, это, конечно, всегда большая беда. Но, я думаю, мы успеем сделать фокусы на бандитов паза. Кстати, а вот, повторные переговоры. Производство оружия, на идею производства оружия. Еще плюс 10 производства и одна военная мастерская. Кстати, круто. Кстати, круто, но у нас появилась на стороне Бахи возможность. НКР может называть народ Бахи рейдерами, но они так обзывают каждого, кто владеет землей или ресурсами, которых те желают. Народ Бахи мексиканцы, а также хорошие покупатели. Производство оружия. Угу. Две верфи. Угу. И что-то произойдет с этими покупателями. Правда, вдруг у нас потом НКР решит напасть. Так, ну что ж. У нас уже есть какой-то старт, да, то есть кременация дивизий. Что там у двух, у два солнца интересного? Они как себя вообще чувствуют? Хорошо? Хорошо, да. Треться одна дивизия в среднем. Ага, племенная клиентура. Понимаю. Блин, может на картель Синалоа наехать? Так, на стороне Бахи есть. Подготовленная защита у нас упала. Так, здесь, ага. Бандиты не существуют, а бандиты поздно не существуют. Ага, это только после того, как их вынесет НКР, мы уже сможем тогда вписаться за них. Так, а НКР мы можем тоже дать себе взять на помощь. Похоже, это сейчас, когда идет война, НКР понадобится небольшая помощь. Война никогда не меняется, зато наши цены и еще как. Тридцать дней. Так, а ну-ка, стойте. Давайте поднимем наш цены. А может, а может, и не надо поднимать цены? Даже не знаю, слушайте, поднимать цены или нет? Прям я что-то аж призадумался. Осада Хидден Вэллин. Выпить с парнями, так, да. Эль Генералиссимо хочет построить вилла на века до своей жены и любовницы. Но все не идет по плану. На данный момент Генералиссимо покоен. Давайте обещание накинем. Просто интересно, изменится ли что-то после того, как мы расстроим нашего Генералиссимо. Так. Ну, слушайте, мы здесь прошли. Да, давайте как-то закончим, наверное, эту ветку. Разрушение конфликтов. Мы можем устроить на вилле серию семинаров на тему разрешения конфликтов. Мы можем применить эти уроки к нашей оккупации пустоши. Что даст ежедневный перераспочинение. Ну, слушайте. В будущем вполне возможно понадобится. Но вопрос, с кем мы будем воевать? Это прям... Да, это прям серьезный вопрос. Так. Вода, вода, вода. Я видел. Да, республика Рио Гранде хочет, наверное, нам предоставлять воду. Будем покупать у своих братишек в будущем. Я надеюсь, что они одумаются и создадут все-таки свой альянс. Так, они тут с Ассоциацией Оружейников Техаса начинают воевать. Вот это печально. Ча-чин. Может быть здесь... Да, давайте надзор. 5% это всегда. Синица в руках хорошо. Так. Есть обычный огнестрел, но часть наших воинов, напомню, уже вооружены продвинутыми технологиями и образцами. Так, стройки. Деверение Гуэра такс. Преимущества службы. Служите генералиссимо в Яла. Эта жизнь полна приключений, где вы построите интересные места. Встретитесь с необычными людьми и убьете их, чтобы речи про неотъемлемые права не нарушали владычество нашего обожаемого диктатора. И я упоминал про регулярную выпивку. Ух. Начинаем. Что у нас есть тут? Дневники руководителя. Слушайте, организация 2Z плюс 3. А здесь, ну, блин, по процентику. Такое себе. Нужно копить. Мне кажется, на что-нибудь. И, наверное... Наверное... Наверное, осколочные гранаты возьмем или огнемет. Я пока что не в курсе. Ну, так. Дефальд 6, 6. 6, 6, 15, 4. 12, 5. Пробитие 6. Пробитие 3. Давайте возьмем огнемет. Потому что если нет пробития, это плохо. Так, 7, 7. 10, минус 10. Так, национальная территория. Ну, кстати, давайте защиту Родины. Чего бы нет. Всегда хорошо первый шаг сделать правильный. Провести женскую конференцию. Просто потому что генералиссимо любит прекрасных женщин. Это не значит, что он сексист. Да, ведь некоторым из них это... Ведь некоторые из его лучших приспешников женщины. Виллу можно использовать как платформу для конференции о роли женщин в пустоши. Это привлечет еще больше женщин вступить в его армию. 8% войны обязанного населения, мать вашу. Это трэш. Так, теченица объявляет Цицином и восьмидесятники против Риверпульта. Пока ничего интересного. Кстати, смотрите, вот мы вложились в бандитов долины. А сколько они уже держатся. Понятно, что НКР сейчас, скорее всего, продавит пробку последнюю и захватит их. Но реально они стоят очень-очень долго. И так. Хорошее место, чтобы причалить яхту. Четыре морских базы, три верфи. Многим людям все еще нравится рыбачить в море Кортезе. И Эль Генералисима не исключение. Теоретически верфи также могут держать и военные суда. Я вот думаю, что в будущем, наверное, все-таки они нам понадобятся. И я, наверное, сейчас что-нибудь, да, начну исследовать. Даже, может, торпедную лодку установлены так. Плавающая крепость, штурмовой корабль, торпедная лодка. Ладно, давайте в шхуну пойдем. Так, что у нас тут лучше из лучших? У нас становление атака обороны. Генерала возьмем вторым. По классике пройдемся в этот раз. Да, кстати, из-за того, что русик включенный у нас косяки с восточным побережьем. А я вот что-то не стал отключать. И вот сейчас придется вкинуться в радио как раз-таки. Что меня, конечно, не очень радует. Так, пробитие 12. Пробитие 18. Давайте, наверное, тяжелое скорострельное оружие возьмем. Попробуем в этот раз сыграть через пробитие. Я думаю, что в этом ничего плохого нет. Будем экспериментировать. Проиграем так проиграем. Но, в принципе, здесь мы проиграем только если на нас Легион Цезаря нападет. То есть нам нечем будет отбиваться, конечно, против него. Поэтому, наверное, они-то и вступают в альянс. Но мы хотим попробовать перевернуть эту игру с вами правильно. Итак, еда для большинства. Следующий фокус. Очень плохо, что есть некоторые фокусы, скажем так, без описания. Просто реально во всех фокусах, в которых есть описание, и прям прикольно выглядят. То есть мне прям реально очень нравится описание фокусов именно в году Дельсоль. Не зря ее выкинули в двух континентах, грубо говоря, да, будем так считать. Но континентов 1, в двух, скажем так, областях. В одной это прям мажора, в другой минор. В Мексике это все-таки минор. Хотя наоборот, мне кажется, должно было быть, скорее всего. Блин, я сейчас понимаю просто, что если бы я в эту движуху вписался, мы могли бы вообще оборонять бандитов спокойно, понимаете. Так, символ безопасности, мир в тирании. Мир в тирании возьмем. 5% стабилки еще никому не вредили. Шхуна есть. И следующее, что мы возьмем, это речная баржа. Речная баржа прям наше все. Может быть на Синалуа напасть? Ну, блин, хорошая... А, так мы можем, да? От лалок, интересно. Ага, есть добровольцы. Понимаю. Просит пересоединиться к парту. Так, с альянсом факторе, они являются нацией рейдеров. Состояние мира. Ага. Надо будет попроситься к ним потом. Следующий фокус, символ безопасности. Генералиссимо Виала имеет множество недостатков, но он защищает своих людей. Вилла это памятник не только ему. Время подготовки получаем. Опыт армии. Вауч. Нормальный. Я думаю, что если мы с республик... Блин, они проиграют, скорее всего, придется, возможно, идти к региону. Тяжелое огнестрельное оружие есть. Так, софт атак, пробитие, давайте в пробитии. Все в пробитии, как говорится. Пробьем все, что можно и нельзя пробить. А все, что пробить нельзя, мы подвинем и пробьем. Так. Стоимость производства лодочек сейчас снизится. Снаряжение пехоты есть у нас. Почему не могу продвинутый огнестрел исследовать? Это прям печально. Слушайте, ну, обидка. Давайте экономика залива. Ладно. Будет убрана цена на ледух отчет и говорят, что люди доверяют. Нам будет замена идея, общественная работа в личных целях на идею какую-то непонятную. Так. Фабрики, производящие товарное потребление, минус 8. Скоро строительства, объемы заводского производства вырастут. Что ж, это не может меня не радовать, потому что мне нужно сейчас уже начинать закрываться. Закрывать свою экономику. Бандиты паза! Они продвигаются, вы посмотрите на это. А по-все потому, что западное братство Сталин начинает воевать. И оно здесь тащит, по-моему, а не туши. Шив с ними в Альянсе, да? Увы. Увы, но бандиты, кстати, идут уверенно. Они сейчас тут их в котел взяли. Посмотрите, у них две пробки в котле просто. И здесь я так понимаю, что это вопрос времени, когда НКРСЦ выпадут. Я охренею сейчас, если бандиты паза заберут большую часть НКР. Это будет просто угар. Так, вилла закончена. После долгих работ мы смогли закончить виллу. Так, посмотрим, что же думают остальные об этом. Тридцать дней. Так, давайте выпьем с парнями. Так, изучить убежище. Нам нужно много всего генералиссимо покоем. Ну, это вообще шикарно. Там десяточка есть. Радиоэквипмент есть. Скоро еще крепление наделаем. Ну, все будет шикарно у нас, я думаю. Не знаю, что сейчас, наверное, комплекты скаута, может быть, чуть-чуть... Хотя, какая нафиг спецуха? С другой стороны... С другой стороны не повредит, наверное. Так, два солнца. Ну-ка, давайте у двух солнца покупать. Сейчас. Так. Свободные верфи. Шхуна. Давайте перекидывать все на шхуну. Да, я понимаю, какой дикий сейчас дефицит у нас будет. Итак, время для сиесты. Овладите, принцесс, максимальный инфра. Нет, стоит. Тут что-то другое должно было быть. Ладно, почему-то я не пойму, почему не сохраняются вот эти вот достижения. Окей, ладно. Когда Эль Генералиссимо протягивает Маргариту во внутреннем дворике, ему трудно представить, насколько хороша может быть жизнь. Он завел друзей, многое выиграл, кое-что проиграл, отыграл многое проигранное, делал ставки в Новом Вегасе, путешествовал по руинам Мехико и даже видел лошадь, как он сам считал. И кто знает, что принесет будущее? Здоровье. Ага, синтетик. Вихайстэч. Айртэч. На вал. Давайте так. Да, гениальный генерал. Открывает решение, чтобы показать, насколько хорошо жить. Крышки, армия, ее особый день. Технологический тиран. Открывает решение по использованию до военных технологий, чтобы станет лучшую власть на пустошах. Тоже неплохо. Военный владыка открывает новые задания на вилле. А что, давайте военного владыка возьмем. Эль Генералиссимо чувствует, что у него открылось новое дыхание. Как только вилла была достроена. Возможно, это не просто вилла. Возможно, это генеральный штаб. Да вы что. Такс. А армия Шейла. Объявляет единство Ости на войну. Жилет. Угу, тут прям что-то какой-то тройничок у ребят, судя по всему, намечается. Но нам нужна боевая баржа. Нам нужна боевая баржа и нам нужны дороги сейчас. Потому что у нас тут прям с водой, я смотрю, беда и с металлами. И что-то прям очень большие какие-то проблемы. Так, ну, зато контент Дельсоль, смотрите, уже шестой уровень. Инфраструктуру мы все-таки улучшили все это дело. Так, здесь военно-морские технологии истинный генерал. Так, любой командир отрада увеличит навык планирования наступления. Давайте возьмем правую, короче. А военно-промышленный комплекс я не знаю, тут нет смысла идти пока что. Эль Генералиссимо это не просто титул, он также отражает его силу и героизм. Это вдохновляет остальную часть его армии. Изменения правительства. Наемники-руководители. Теперь у нас наемники в армиях. Наемная профессиональная армия, между прочим, да? Володька, учись. Так, верфи. Верфи есть. Так, скауты и блин. Куча свободных верфей. Может быть немножечко... Так, сейчас конвой может начну подделывать. Хотя вот, да, наверное, сейчас вот так. А это я уберу пожонит. Нет, я просто сделаю одну. А потом уберу. Все. Я думаю, так будет достаточным. Так, что у нас дальше? Гениальный генерал. Наш. Так, жизнь хороша, не так ли? Давайте выпьем. Так, а что по решениям-то появилось? Так, новейшие игрушки мы не можем, да, взять уже. Мы вроде уже брали, следует новое снаряжение для пехоты. Ладно. Изнурительные тренировки. Выпить с парнями, играть в херцов-каук. Почем об от армии. Раздайте рам скорость восстановления дивизий. Блин, но можно только выпить с парнями и поиграть в эту шляпу. Но я не хочу терять, не хочу терять дивизии свои, уверен, дивизии, крышки, что я несу. Так, ладно. Пока в целом мне все нравится. Есть хотя бы, знаете, какие-то задатки новых механик. И когда ты смотришь на свою любимую игру, и в ней появляются какие-то даже маленькие, малюсенькие, новенькая механика, это уже радует. Особенно учитывая то, что это DILSI. По факту, ну, не DILSI даже Амут. DILSI-то у нас последняя, нормальная последняя DILSI, только разведку привнесло. В целом-то все печально было. О, вы смотрите, НКР тут что-то высадку, судя по всему, какую-то замутил. Братство Стали еще держится. Все-таки, кстати, уверенно держится вроде даже. Так, следующий Фокс, я убил бы за приглашение. Каждый желает править миром или народный популизм. Дать народный популизм. Возьмем обещание генералиссимо про мир, землю и хлеб покорило многих. Просто потому, что они не могут получить ничего из этого прямо сейчас. Но, рано или поздно, я так понимаю, они смогут это получить. И будет такая угроза, знаете, свержение, наверное, генералиссимо. Кстати, хорошо, что для НКР, что они не напали на абонентов пасс. Потому что, если бы они напали на абонентов пасс, я бы, во-первых, их по фокусам поддержал. И им было бы вообще, наверное, максимально тяжко. Так. Армия Мексики. Что здесь делать? Армия Мексики. Армия Мексики оправдывает на ассоциацию оружейников Техаса. Все, теперь только к легиону получается нам идти. Ну, что тут прям, я чувствую, сейчас бойня будет. Ну, кстати, если ассоциация оружейников Техаса выиграет, то это было бы тоже неплохо, согласитесь. Было бы интересно. Итак. Ладно, тогда я беру сейчас прибыль. Пока мы готовимся присоединиться к маршу на Глорию, я надеюсь, Данте Гуэра помнит, что тут нет ничего личного. Просто бизнес. Не хотел я к легиону Цезаря присоединяться. Просто хотелось повоевать именно в Мексике, там что-то попытаться поделать. Хотя, с другой стороны, нам же это никто не мешает. Нам же только будет это в помощь. Если Цезарь нам сможет показать поддержку какую-то. А в любом случае Цезарь не даст нам нас на съедение. На что можно будет начинать тогда, планировать уже полномасштабные какие-то нападения более-менее. Так, два солнца у нас под Цезарем. Значит, можно туда выкидывать свои дивизии. И, кстати, северный кувер был захвачен в рейде. Кстати, у нас тут этот прихвостень легиона, командующий. Я же, кстати, не чекнул, когда нам этот по фокусу упал товарищ наш. Но сейчас хотя бы... Ганта де Соль теперь сражается вместе с легионом Цезарем. Легион Цезаря приветствует нас как союзников. Так, все. То есть здесь мы уже... Получается, закончили свои штуки. Но, в принципе, что, смотрите, с НКР мы торгуем. Пока что мы это можем делать. Сейчас, наверное, закончим эту веточку. Я бы убил бы за приглашение. Хотя некоторые описывают вилу как смертоносный распущенный двор. Это просто клевета. Большинство людей в Ганта де Соль готовы убить ради приглашения. И наши горожане сражаются усерднее за шанс попасть на тусовку. Вы уже пробовали водную гонку? Равные возможности по угнетению. На идею, каждый желает править миром. Получен опыт армии плюс 10%. Ну, слушайте, такое себе пока что. То есть, ну нет, здесь, кстати, вот смотри, можно устроить вечеринку. Прирост по литке. Круто, круто. Но это только потом уже. Ярмарка вакансий. Ежедневные людские ресурсы. Так. Калмакс в системе водоснабжения. Прирост подчинения. Зомбировать людей. Наносим гарнизоном урон. Ну, нормально. Это выглядит интересно. Что будет интересно с сооруженниками Техаса? Вот в чем вопрос. Что они тут, кстати, сейчас смогут нормальный альянс с единством Астиной железными сформировать. Так. Запрасывают призыв к оружию. Враги Ньюрина, Ньюкла Матши, Рейнджеры, НКР, территории Мохава. Нет. Не хочу. Я хочу начать захватывать другие территории. Итак. Киньсианьера. Пришло время отпраздновать киньсианьеру для его дорогой дочурки. Все будут приглашены. Пройдет событие ее особый день. Так. Выглядит прикольно. Что, оправдаем цель войны? 140 дней, между прочим. Можно уже и начинать. Пока будем оправдывать цель войны, будем против вольных борцов. Начинать. Строить какие-нибудь планы. Лалакан. Ага. Пакты не нападения со всеми. Понял вас. Какой призыв к оружию? Я не воюю ваших войн, а дурачок. Он тут даже не пробивается. Нифига. Хочешь, чтобы на меня НКРовцы высадились, походу. Ну, кстати, смотрите, братство Стали здесь тащит, реально. То есть тут, блин, мне кажется, нам тут придется в Мексике тут повоевать и все. Город убежища пал. Жалко. Не выдержала напора гражданка Линет и опрокинулась. Такое бывает с людьми иногда. И особый день. Собравшиеся притихли, они хорошо проводили время на балконе над морем. А Эль Генералиссимо улыбнулся. Моя дражайшая дочь, однажды это все будет твоим, и я знаю, ты сможешь достичь большего, чем я. Он шмыгнул носом, всплакнув. Когда я смотрю на тебя, я вижу маму, и я знаю, она гордилась бы тобой. И вот почему я хочу дать тебе кое-что в память о ней. Два солдата отошли от большой коробки, завернутой в астландский шелк. Твоя мама сказала, что когда ты была еще малюткой, мы не знали, что с этим делать. Но теперь это твое. Люсия подошла к отцу. Ее розовое платье тянулось за ней. Она осторожно развернула коробку и нашла там винтовку Гаусса. На рукоятке были вырезаны изображения ее матери, держащие ее в младенчестве, окруженное сердцем. Люси, мы всегда с тобой. Так или иначе, я люблю тебя. Семья дает смысл всему. 300 единиц американской импровизированной винтовки Гаусса будет добавлено в государственный запас. Ну, нормально. Только бы производить разрешили, было бы вообще шикарно. Так, технологический тиран, бункеры, темпы исследования. Ну, кстати, нормальная тема роботехнического оружия. Что? Зачем нам роботы? Ладно бы раньше еще, сказали. Так, покупка Бахи, Татарковый путь, Хичита, осажденное поселение. Огражденное. Ладно, Хичита будет прекрасным перевалочным пунктом для нашей торговли с Тусоном. Способность легиона наводить порядок вместе с нашей готовностью поставлять оружие сулит выгоду для нас обеих. 300, огражденное поселение, им две инфраструктуры. Окей, только, правда, инфраструктура нам уже особо сильно не нужна здесь. Но, в целом, позволить себе можем, наверное. Это каркас сила и брони тоже не можем себе позволить. Ну, что ж. Ничего страшного, я думаю. Так, ветеранские тренировки. Так, купить с парнями здесь все по-прежнему. Кстати, я думаю, что будет больше способностей всяких, там, могли бы какой-нибудь, там, что-нибудь интересное давать. Гатлинг лазер есть. Так, сейчас еще починку ему возьмем. Ой, кстати, знаете, что я забыл? Я забыл вот эту вот штуку, начинать развивать. А нам-то надо. Давайте вот так. Даже, наверное, вот так. Потому что... Это плохо, когда армия неукомплектованная. Даники Легиона. Легион может называть это Данбю, но мы не можем не отметить, что в обмен на наши военные поставки они осыпают нас в милостыне в виде серебряных динариев в дочной крышке. А мы все меняем в более стабильную валюту, нежели динарии Легиона, поэтому... Поэтому все нормально в этом плане у нас. Так. Чем такое еще бы замутить, чтобы и денег было много, и армия лучше воевала. Ничего не хотят давать мне. Так, организация, конечно, повысим. Вероятность, критые действительности, окей. Еще доктрину, кстати, морскую учить, потом. Раз уж мы морская держава. Ну вот, бандиты, кстати, очень-очень долго держатся. Я думаю, что НКР уже будет обескровлено. Принять фрументариев. Фрументариус Джустиниан становится агентом. Будет получен национальный дух фрументарий, что это шифрование. Ага, бонус производства оружия. Ну, нам самое главное, бонус производства оружия плюс 100. То есть, как бы, у нас-то агентство даже нет. Но, нормально. Нормально. Все, пожалуйста, отправить фрументария, шпионить в Легион Цезаря. Никогда не поймут, что это он. Ага, все. Все, бандиты упали. С другой стороны, они очень долго держались. Я не могу этого не отметить. Воюют только с братством Сталина. Бандиты пас. Бандиты долины. А, да. Так, подождите. Значит, мы, наверное, можем здесь что-то пощелкать. Ага. То есть, не можем, да? Ладно. Отплатить Цезарю при расподчинении бонус производства оружия минус 10. Наши собственные шпионы. Не, не хочу. Давайте покупку ультима сделаем. Нам оно нужно куда больше, чем Цезарю. Он всегда может заполучить выход к Тихому океану через Калифорнию, в конце концов. Чуденько. Давайте купим ультима. А ультима это, я так понимаю, да. Это вот. Да, что мы будем сейчас уже упакованы, скажем так. Так, армия Мексики все-таки справилась. Это какой-то мастодонт просто. Мы продолжаем качать стабилу. Цель войны есть. 7-31 дивизия противника, у меня 12. Будем надеяться, что у них там не больше 20 дивизий, конечно же. И что у нас тут вообще имеется? Сейчас давайте посмотрим. У нас имеется шаблон, который я сейчас превращу в двадцатку. То есть, как бы речи быть не может. Нужно было раньше, кстати, это сделать. У нас есть пулеметчики и подрывники, естественно. Сохраняем. И мне... Ага, мне надо радио. Слушайте, мне нужно радио. Это прям очень плохо. Потому что у меня неукомплектованная армия получилась. Производство. А, и 500, еще 500 вооружения. Шикардос. Так что первая моя атака отменяется. Сейчас получим регионы и начнем нормально воевать. Возьмем защитные волокна. Блин, очень плохо, кстати. Я вообще хотел повоевать уже. Ну, как бы есть. Есть же возможности. Но это прям... Обломчик. Я бы вам так сказал. Дар от легион Цезаря. Цезарь согласился продать ультиму прямо из-под носа. Большое спасибо. Теряем. Понял. Пустоши Нагалиса. Некоторые скажут, что Нагалис это просто пустоши. Но это в основном северяне, что живут в Аризоне. Кто они, чтобы судить? До тех пор, пока Цезарь согласен с этой чепухой, нам нужно успеть получить его в свои руки. Нагалиское предложение. Окей. Забираем, короче, этот фокус себе. Ну, я думаю, что на этом можно, на это прохождение закончить. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вступайте в мой ламповый дискорд. С вами был я, Malware Gaming. Играйте только в хорошее. И до новых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok